Пусть бильярдные столы в школе и смотрятся довольно таки экзотично, предназначены они именно для школьников. И сделаны они не для развлечения. Здесь ребята проводят внеклассные занятия. И это только часть общего развития спорта. В большом спортивном зале сегодня занятия сразу по нескольким направлениям. Художественная гимнастика и единоборство. На дежурной вроде бы тренировки вдруг происходит яркое событие. В зале трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина. Она также координатор федерального партийного проекта «Детский спорт». Поэтому ей важно увидеть, как этот самый проект реализуется. А детям важно услышать наставление чемпионки. Пожелать я хочу еще и то, чтобы всю жизнь мы могли дружить со спортом. Могут меняться виды спорта. Да, это не обязательно. Спорт есть профессиональный, многие сраниваются. Но спорт – это твой друг по жизни. Это гарантия успеха, это гарантия здоровья, это гарантия интереса. По проекту «Детский спорт» в регионе отремонтировали больше ста спортивных объектов. Построено несколько десятков многофункциональных площадок открытого типа. В списке несколько спортзалов и шесть плоскостных спортивных сооружений. По этому же проекту образовательные учреждения закупают современное оборудование. Я вас искренне приветствую и надеюсь, что наша дружба, она будет расти, что мы в данном случае будем вместе бороться за нашу замечательную Рязань. И недавно и президент назвал это, что это центр душа России. Давайте все-таки эту душу сделаем физически крепкой. А еще Ирина Роднина приехала в Рязань, чтобы поговорить о школьном спорте и посмотреть на тренировку молодых кикбоксеров и гимнасток. Экскурсию ей провели именитые спортсмены и директор школы. Результатом бывшая фигуристка осталась довольна. Наверное, сегодня это тот самый день, когда мы должны задуматься, а что в будущем? Кто через 10, 20, 30 лет будет определять развитие страны? Те, кого вы учите, какими они будут? Это будет личность целеустремленная? Это будет здоровый человек? После совещания по вопросу развития школьных спортивных клубов делегация отправилась в спортшколу «Айсберг». Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.